Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пик и Александр Шунин. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Прекрасные традиции, мне кажется, Рождества, когда мы наряжаем ёлку, когда мы готовим пиперкукос, когда мы закупаем подарки, когда мы все вот в каком-то таком ожидании. И чудо, вот мир меняется, казалось бы, это самое тёмное время суток, маленький световой день. В то же время вот как-то душа человека просит чего-то светлого, радостного, и что-то, что могло бы разогнать всю эту тьму. И вот, мне кажется, традиция концерта «Рождественская прелюдия», которая уже вот много лет радует нас каким-то таким вот действительно рождественским чудом, без которого Рождество не Рождество. И мы сегодня поговорим об этом концерте с, в общем-то, главной звездой этого концерта, организатором его, магнитом, который притягивает все остальные громкие имена участников концерта, всемирно известная оперная певица Энесса Галланд, сегодня с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, может быть, вот несколько слов о том, что нас ждёт в этом году, сколько с какими, может быть, сложностями, трудностями пришлось преодолевать их, учитывая все вот коронавирусные наши такие сложности, условия? Ну, времена не выбирают. Мы в таких условиях все, и всё-таки жизнь продолжается. Значит, нужно идти с гордо поднятой головой и с надеждой в душе. Поэтому мы решили в этом году проводить наш концерт «Земсвятку Прелуды», чтобы она существовала, чтобы наша публика любимая, чтобы она могла насладиться звуками музыки, а не только другими призывами вакцинироваться, а чтобы люди могли мечтать, попасть в сказку, отдаться волшебству и надежде. Это главное, потому что Рождество — это всегда исполнение мечты. Понимаете? Мы загадываем, и они приходят. И эта радость, которая нас переполняет и тех, кто стоит на сцене, и тех, кто сидит в зале, она обоюдная. Мы так соскучились друг по другу. Мы не можем жить друг без друга. Поэтому для нас это очень-очень важно, для всех. И все, кто нас любит и всегда посещает нас, для кого мы так важны, и это особый праздник, пожалуйста, Беля Шапара Деизова ждёт. И пусть в не таком огромном количестве есть свои ограничения, но мы будем все вместе. И будем молиться, чтобы мир стал прежним, чтобы все остались здоровыми, весёлыми, радостными. И всё продолжалось, и наши мечты исполнились. Это главное. Слава Богу, у нас потрясающая есть поддержка VIVAT Future, NACU, от НИСФОНД, который будет с нами, с нашими молодыми талантами, потому что будет, как всегда, в наших концертах и фестивалях участвовать наше будущее, наши молодые таланты, и наши сгаланты таланты. И мои потрясающие партнёры. Да, вот это тоже ведь очень важная часть концерта, поскольку мы видим, наверное, будущих звёзд, тех, кто только выходит, начинает свой творческий путь. И это очень волнительный момент, как для самих исполнителей, так и для нас, потому что мы можем увидеть, предугадать, предвосхитить каких-то будущих невероятных талантов. Кто помогал, кто будет в этом году выступать, примет участие в концерте, и какая будет программа? Очень-очень давний, прекрасный друг мой, органист Айвар Скалейс, он будет, как всегда, вместе со мной. Это уже, мне кажется, веками, что мы всегда вместе выступаем в домском концертном зале. Сергей Егерс, мой друг и партнёр-контра-тенор, у которого тоже очень много почитателей и друзей. Потом, как я уже говорила, наши молодые таланты, наше будущее Латвии и мира. Так что, и, конечно, я, ваш скромный слуга, я счастлива, что мы опять встретимся с вами. Я счастлива, что мы можем вместе просить всех чудеса, чтобы они свершились, чтобы мы жили радостно. Без музыки, мне кажется, мир будет очень бедный, поэтому это нужно и нам, и вам. Нашу публику мы ждём всегда. Это будет волшебная музыка. Как всегда будет наш хор мальчиков, Мэддени-школы, потрясающие ангелочки. И, в общем, вся атмосфера Домского собора и музыка, которую мы будем исполнять, она даёт крылья. И мы все вместе будем просить, чтобы жизнь стала счастливой, здоровой, радостной, наполненной, чтобы никогда никто не болел и чтобы все наши мечты исполнялись. Вот это главный посыл. Насколько я понимаю, ведь в связи с рассадкой, с ограничениями, количество билетов будет ограничено, то есть вот здесь, наверное, тоже нам придётся смириться с тем, что не все, может быть, желающие смогут попасть. Да, но те, кто успеет, те, кто сейчас, сегодня позаботятся об этом, в Билише Парадейзе, они сумеют купить себе билет. Так что мы приглашаем всех и чтобы никто не опоздал. Насколько вот это помещение Домского собора, я знаю, что вы выступали на огромном количестве знаменитейших сцен мира, вот чем Домский собор особенная площадка и чем она отличается от других? Отличается тем, что там есть какая-то невероятная сила и мощь. Во-первых, наш орган, который был почти все времена самый мощный в Европе, а это значит в мире, какая-то намоленность, какая-то невероятная мощь и сила, сила этого зала, эта история, это какая-то энергетика невероятная, она дает силы всей нашей публике и нам, исполнителям. Поэтому там петь – это особое состояние и честь, невероятное, невероятное место. Будет ли исполнена вот Ава Мария, то есть вот тот как бы блистательный номер, который, наверное, ждут каждый год те, кто приходят на эти концерты? Обязательно. Потому что мы все вместе молимся и просим. То, что у всех накопилось на душе, в сердце, это как раз тот момент откровения, силы, радости, просьбы и веры. А главное – любви. Насколько вот юные таланты, вот что произошло, происходило на конкурсе вот последнего года, насколько вот эти молодые юные таланты достойны выступать вот в одном ряду с признанными мастерами? Кто это, как они себя проявили? У нас очень талантливая молодёжь. Латвия этим славится. Не такая огромная страна и невероятное количество талантливых и с будущим музыкантов, которые приносят славу Латвии. Поэтому мы очень хотим и стараемся каждый год и выдвигают наш конкурс каждый год потрясающих ребят. Это и певцы, и пианисты, и скрипачи, и виолончелисты, и разные аккордеоны, всё что угодно, и духовики, и ударники. И 5 декабря мы узнаем результат. Поздно вечером он будет уже обнародован. Так что 6 числа все, кто об этом, кто этим интересуется, всё это узнают. Это наш финальный день онлайн. Это будет известно онлайн, да, будет объявлено? Это будет онлайн, да. 5 числа мы проводим финал. И как только будут результаты, вы тут же об этом узнаете и увидите. Так что в каждой группе у нас 4 группы, будет по 3 лауреата, потом есть любимец публики, фаворит, всё вместе, вы узнаете об этом. Эти результаты, они будут представлены в виде концерта, тоже было концерта? Было задумано, конечно, лайф, но ситуация такова, что это будет всё онлайн. Так что, так что. Держим кулаки за каждого из них, потому что я болею за каждого, и все мы болеем за каждого, наши жюри, и все наши специалисты. Мы держим кулаки, чтобы этот день был удачным для каждого. Ну и, кстати, уместно сейчас напомнить, что до 5 декабря на официальном сайте конкурса продолжается публичное голосование за финалистов, и голосование победит победителя в номинации «Зрительская симпатия», что тоже важно. Очень важно. Мы это делаем каждый год, и у нас доходили до 71 тысячи голосовавших из публики или за своего любимчика. Так что это невероятное число, и будем надеяться, что и в этом году активность будет сохраняться. Как складывается дальше судьба победителей конкурса или даже участников конкурса «Таланты Энесси Галланты», что они получают какие преимущества и что им дает победа в этом конкурсе? Я думаю, что очень хорошие перспективы. Мы их приглашаем на свои концерты, мы приглашаем всегда на наш фестиваль. Перед каждым концертом они имеют возможность выступить, и потом они участвуют дальше в мировых конкурсах. И только что наша девочка-лауреат Лаура Лолейта Перешивана получила в Великобритании вторую премию на конкурсе Кэтлин Ферриер Авордс. Это огромная победа. Это очень серьёзный конкурс, и она огромная молодец. Мы за неё болели, и очень счастливы, и горды. И у нас много таких участников, кто дальше участвует в конкурсах, учится за границей, получает мастер-классы, занимает ведущие, лидирующие места в мировой музыкальной жизни. Для нас это огромное счастье. Насколько усложнила пандемия сам процесс обучения, передачи знания, поскольку мы понимаем, что вот в Латвии очень много онлайн-обучений, и всё время спорят и говорят, что это не даёт такого эффекта, когда учитель может напрямую общаться в живой жизни со своим учеником, и многие переживают из-за того, что не пострадает ли качество образования, не будут ли обделены вот эти молодые люди знаниями. Вот в академической музыке. Ну, конечно, это усложнило жизнь. Это однозначно для всех. Ну, а для людей искусства особенно, потому что мы люди мира. Мы должны всё время в поисках сцены или педагога, или конкурса. Это постоянное движение. Это самолёт, это другое государство, это постоянное-постоянное-постоянное движение. Конечно, сейчас это сложнее. Обучение онлайн отличается от обучения тет-а-тет. Это понятно. Но всё-таки мир не останавливается. И бывают периоды совсем свободные, особенно летом, в начале осени, более сложные моменты, когда надо попридержать немножко свою прыть. Что делать? То есть всё идёт такими скачками, нет такого постоянства пока. Но оно опять придёт, и всё это будет. Я хотела ещё дополнить, что для певцов, те, кто будет и зарекомендовал себя самым таким лучшим образом, есть шанс поучаствовать в конкурсе Андерше Валя Foundation, которые делают конкурс вокалистов. Это мой большой друг и почитатель из Стокгольма, невероятный человек, и он, как исключение для меня, на шведский конкурс вокалистов приглашается мой лауреат или, скажем, самые перспективные певцы, один или два человека, поучаствовать в этом конкурсе. Каждый год. Это очень приятно, и это большая честь для моих талантливых ребят. Вы упомянули вот о том, что финальный концерт произойдёт онлайн. Вот насколько, по вашему мнению, такого рода концерты онлайн могут составлять конкуренцию с живым концертом, и вот насколько сейчас вот это распространено в мире? Я думаю, что жизнь нас вынуждает, и Голь на выдумке хитрая. Теперь люди живут в интернете, мне кажется, день и ночь, и вообще жизнь изменилась, конечно, кардинально. Техника заняла огромное место в нашей жизни, и вот последние два года она просто по разным обстоятельствам, особенно время локдауна и так далее, это окно в мир, когда люди могут контактировать и общаться, и работать, и учиться онлайн. Можете себе представить, если бы этого не было, что бы было? Слава Богу, что такая возможность существует. Конечно, для некоторых слоев общества, для пенсионеров это не для всех доступно, не все умеют обращаться с техникой. Для, конечно, бэйбиков это тоже сложнее. Нам всем нужно живое общение, но мы же понимаем, что это вынужденная мера, и это когда-то закончится, и у компьютера останутся только профессионалы и айтишники, и люди, которые работают с этим, а все остальное будет так, как раньше. Будут переполненные залы, ожидающие за дверью публика, которая ловит билетики и так далее. Я жду этого момента, мы все его ждем. Я очень верю, что это наступит скоро. Ну и совсем скоро концерт, действительно, рождественская прелюдия, и один из моментов, на которые хотелось бы обратить внимание, и его действительно подчеркивать, что это будет первое ваше выступление в Латвии за последний год, и вот с каким чувством вы, можно сказать, возвращаетесь к латвийской публике, насколько ждете вот этой встречи? Ну, я думаю, что я не открою Америку, если я скажу, что я с любовью жду этот момент, потому что я очень люблю свою публику, я очень люблю своих коллег, я очень люблю музыку, а это главное, это дает силы, это дает энергию, это дает прекрасное настроение, и Рождество, и Новый год. Это что? Это мечта, это надежда, это сказка, когда темно, когда может быть какие-то вот как то, то, что было сейчас, такие сложности, и такое облегчение, и такая прелесть вокруг, и эти ёлочки, и всё так красиво оформлено, и звучит музыка, и люди воспрянут, и что такое здоровье? Я как бывший фармацевт могу сказать, я медик, я понимаю, что хорошее настроение это здоровье, так что нам не страшны никакие эти мелкие, которые, может быть, нас пытаются атаковать, мы сильнее, мы их победим. Ну что же, спасибо огромное, я напомню, что оперная певица Несса Галлант сегодня с нами была на прямой связи, концерт Рождественской прелюдии Билишу Парадизе, я понимаю, можно еще успеть поймать билеты, до встречи на концертах 11 декабря. Ну и обязательно, конечно же, участвуем в голосовании конкурса талантов Инесса Галлант и огромное спасибо вам за этот разговор, за это утро, всего доброго. Хорошего дня. Привет. Радио Болтком.